Очень часто при выборе домашнего животного городские жители рассматривают маленькие породы собак. И неудивительно, миниатюрных четвероногих легче держать в квартире, нет нужды в большом пространстве. С такими домашними питомцами не нужны длительные интенсивные прогулки и занятия, как с представителями крупных разновидностей. Однако у маленьких собак есть свои особенности, о них мы и расскажем. Содержание плюсы и минусы небольших пород собак Кому подойдут миниатюрные породы собак Самые маленькие, 50 мелких пород собак Алопикис Американский, Эскимосский, Шпиц Андалузский, Трактирный, Крысолов Пражский, Крысориков Финпинчер Австралийский, Терир Батакский, Шпиц Бивер, Йоркширский, Терир Бишон, Фризи Болониос Бордер, Терир Бразильский, Терир Левретко Бультерир, Миниатюрный Валенсийский, Ратир Американский, Той Фокстерир Бельгийский, Грифон Вест Хайленд, Уайт, Терир Вольпина, Италия Нагаванский, Б Шон Гладкошерстный, Фокстерир Русская, Солонная Собака Орхидая, Петербургская, Джек Рассел Терир Континентальный, Той Спаниэль Катон, Детуляр Ланкаширский, Хилер Лхаса, Апса Малая Львиная, Собака Мальти Пуманчестер, Терир Мапс Норвежский, Лунди Хунд Норвич, Терир Нарфолк, Терир Адис Папеллен Парсон, Рассел Терир Пти Брабансон, Русский Той Терир Такса, Миниатюрная, Фаленгалдаст, Йоркшип Перкеши, Цу Шпиц, Малый Японский Хинтедди, Рузвельт, Терир Силки, Терир Скатерир Лучшие маленькие породы собак для дома и квартиры Самая маленькая порода собак в мире Плюсы и минусы небольших пород собак С точки зрения заводчиков у таких питомцев, как и любых других домашних животных, есть свои достоинства и недостатки. Сначала отметим все плюсы выбора небольшого пса в качестве домашнего любимца. Для такого питомца не нужна большая квартира или дом, нет нужды в большом пространстве. Прогулки с небольшими четвероногими любимцами не должны быть очень длительными, а занятия – долгими и интенсивными, по сравнению с крупными разновидностями. Чем меньше размер питомца, тем меньше корма ему необходимо для насыщения, а значит, и траты на кормежку уменьшаются. Собаки маленьких пород не представляют реальной угрозы для хозяев и окружающих, даже если взыграют инстинкты, с ними несложно справиться. С миниатюрными животными легче перемещаться, их чаще всего можно взять на руки или посадить на колени, дополнительное место не требуется. По статистике, жизненный период небольших псов дольше, чем у их крупных сородичей. Более того, они дольше остаются активными, что тоже большой плюс для хозяев. Еще они бывают милыми, смешными, забавно неуклюжими, в общем, в том, что эти животные очень обаятельные, нет сомнения. Мы собрали для вас большую подборку маленьких пород собак с фото, названиями и описанием, чтобы каждый смог выбрать питомца по душе. Прежде чем рассмотреть разновидности, отметим минусы компактных собачек, их тоже важно знать, чтобы сделать осознанный выбор. Собаки миниатюрных пород чаще травмируются при играх, падении или ударе, потому что обладают очень хрупкими телами. В отличие от больших псов, маленьким не нужны тяжелые физические нагрузки, однако именно они считаются заводными батарейками, которым не наскучивает бегать, прыгать и играть. Для хозяев это может быть изнурительным. Часто маленькие псы более прихотливые и нуждаются в постоянном тщательном уходе, что тоже доставляет заводчику больше хлопот. Кому подойдут миниатюрные породы собак, мелкие породы собак подходят для разных категорий заводчиков. Если говорить о месте жительства, то чаще владельцами подобных питомцев становятся жители квартир, прежде всего, небольшой площади. Хотя маленьких четвероногих можно держать и в частном доме, главное, чтобы условия были подходящими. Что касается возраста хозяев, то миниатюрный хвостатый друг станет отличным компаньоном для одиноких людей, им просто некогда будет скучать и грустить. Для семейных пар такое домашнее животное тоже вполне подходит, а вот для семей с детьми – не всегда. Надо учитывать тот факт, что представители некрупных пород очень подвержены травмированию. Поэтому семьям с маленькими детьми не рекомендуется заводить подобных псов, либо надо быть очень внимательными и осторожными. В идеале дети владельцев маленьких псов должны быть достаточно взрослыми и понимать, как нужно вести себя с животным. В случае с пожилыми людьми ситуация тоже двоякая. С одной стороны, миниатюрный питомец может стать для людей в возрасте настоящей отрадой, созданием, которому они будут радоваться и дарить свою заботу. Собака маленькой породы часто становится для пенсионеров замечательным компаньоном. Однако есть и другая сторона медали – маленькие четвероногие друзья бывают ну очень заводными и требующими постоянного внимания. У людей преклонного возраста не всегда хватает сил на такого подвижного и озорного питомца. Поэтому, прежде чем завести представителя малых пород, будущему заводчику надо взвесить все плюсы и минусы, хорошенько ознакомиться с особенностями выбранной разновидности и понять, сможет ли он обеспечить псу комфорт, безопасность и необходимое внимание. Самые маленькие, 50 мелких пород собак представляем наш ТОП собак маленьких размеров, список мини-пород с названиями, характеристика и фото. Аллопекис рост – 23-32 см. Вес – 3-8 кг. Возраст – 14-16 лет. Родом из Греции. Название породы в переводе с древнегреческого означает «лисица». Основные черты – дружелюбие, жизнерадостность, внимательность, умение охранять. Аллопекис всегда пытается услужить хоязину и потому отлично дрессируется. Может дружно сосуществовать как с детьми, так и с другими животными в доме. Американский эскимосский шпиц рост – 22,9-30,5 см. Миниатюрная – 30,5-38,1 см. Вес – 2,7-10 кг. Возраст – 13-15 лет. Выходец из Соединенных Штатов. Особенности характера – игривость, веселость, активность, громкоголосость. Американский эскимосский шпиц обладает сторожевыми качествами, предупреждает об опасности громким лаям. Важно дрессировать и регулярно вычесывать. Такой пес поладит и с ребенком, и с другим питомцем. Андалузский трактирный крысолов рост – 35-43 см. Вес – 5-10 кг. Возраст – 14-16 лет. Национальная порода Испании. Иначе эту породу именуют – андалузский ротонера. Присущие свойства – энергичность и любопытство, инстинкты охотника. Очень сообразительное животное, порой бывает упрямым и независимым. Нуждается в тренировках и дрессировке. Ласков с детьми. Пражский крысарик рост – 19-22 см. Вес – 1,2-3,5 кг. Возраст – 12-14 лет. Представители одной из старейших в Европе пород обладают крохотным телом и очень звонким голосом. В названии кроется их первоначальная задача – охотиться на крыс. Сегодня пражский крысарик – домашний любимиц и компаньон. Несмотря на свой размер, очень храбрая собака. Обладает высоким интеллектом и обучаемостью. Подходит для семей с детьми и пожилых заводчиков. Аффинпинчер рост – 24-28 см. Вес – 3-4 кг. Возраст – до 14 лет. Немец по происхождению, Аффинпинчер весьма компактный и легкий пес. Представители этой породы очень энергичны и любопытны. Их зовут – маленький усатый деволято. Является отличным охранником. К его воспитанию и дрессировке нужно приступать как можно раньше. Не лучший выбор для семей с малышами. Австралийский террер рост – 23-28 см. Вес – 4-6 кг. Возраст – 12-15 лет. Уроженец Австралии, предки которого были завезены на континент из Европы. Как и его сородичи, бесстрашный пес, отличающийся особой смелостью. Чем раньше начать воспитание такой собаки, тем лучше она будет воспринимать других животных и уживаться с ними. Австралийский террер – очень веселый, активный и преданный хозяину пес. А еще довольно неплохой охранник. Батакский шпиц рост – 30-45 см. Вес – до 5 кг. Возраст – 13-15 лет. Родина этой породы – Индонезия. Пушистый четвероногий имеет лисью морду и закрученный баранкой хвост. А крас имеет очень разнообразный. Батакский шпиц – очень позитивный, игривый и заводной пес, особую любовь испытывает к лаю. Обладает сторожевыми качествами. Бивер-йоркширский террер рост – 20-27 см. Вес – 2-3,5 кг. Возраст – 12-15 лет. Этот крохотный пес происходит из Германии, потомок йоркширского террера. Основными качествами бивер-йоркширского террера считаются веселость, энергичность и своенравность. Имеет развитое чувство собственного достоинства и даже превосходства. Может недолюбливать других животных в доме. Из-за своей телесной хрупкости не рекомендуется для проживания в семьях с малыми детьми. Бишон фризер рост – 27-30 см. Вес – 5-7 кг. Возраст – 16-19 лет. Декоративная французская порода. Ее представители считаются отличными компаньонами, поскольку дарят хозяевам ласку и являются весьма самостоятельными псами. Любят поиграть, но при этом ненавязчивые и послушные. Пушистая французская баллонка, а это именно она – очень интеллигентная собака. Отличный выбор для больших семей с детьми и иными питомцами. Балоньос рост – 25-30 см. Вес – 2,5-4 кг. Возраст – 13-15 лет. Аристократическая порода с более чем 10-ти вековой историей. Этот маленький уроженец Италии – один из самых лучших компаньонов для городского квартирного жителя. Мгновенно схватывает посылы хозяина, отлично дрессируется, с помощью лая защищает семью от опасности. Очень веселый пес, дарящий хозяину ласку. Важно, балоньозу нужна стрижка и укладка. Бордертерьер рост – 33-37 см. Вес – 5-7 кг. Возраст – 11-13 лет. Терьер – британец. Очень очаровательный пес, часто выбираемый заводчиками в качестве компаньона. По природе отличный охотник. Легко дрессируется, ведет себя спокойно и послушно, очень мирный и радующийся жизни питомец. Бордертерьер любит внимание и плохо переносит разлуку с хозяином, поэтому не рекомендуется для заведения очень занятыми людьми. Бразильский терьер рост – 36-41 см. Вес – 7-9 кг. Возраст – 12-14 лет. Родина этого терьера – Бразилия. В родной стране признан национальной гордостью. Отличный охотник. Для активного бразильского терьера необходимы нагрузки и упражнения. К окружающим выказывает дружелюбие, не прочь пообщаться. Очень подвижный пес, способный целыми днями резвиться на улице. Любит семью и особенно хозяина. Левретка рост. 33-38 см. Вес – 2,7-3,6 кг. Возраст – около 14 лет. Малая Борзая родом из Италии, на родине порой становится помощником на охоте. Левретка очень любит своего хозяина и всячески старается ему угодить. Пес считается робким и застенчивым, поэтому нуждается в аккуратном обращении и воспитании. Очень нежный и послушный миниатюрный питомец, который идеально подойдет как одиноким, так и семейным людям. Бультерьер миниатюрный рост – 26-36 см. Вес – до 8 кг. Возраст – до 14 лет. Бультерьер британец любит повеселиться и поиграть, весьма позитивный и энергичный питомец. Упорный, старается добиться своего. Ему присуща смелость и отвага, опасный противник. Недовоспитание может сделать из него драчуна и агрессора. Бультерьер миниатюрный обычно пребывает в хорошем настроении и любит ласкаться. Нуждается в частых активных прогулках. Валенсийский ратер рост – до 40 см. Вес – до 8 кг. Возраст – 12-17 лет. Испанец по происхождению, на родине считается национальным достоянием. Миролюбивый пес, о малейшей опасности оповещает хозяина лаем. Среди любимых занятий – бег, прыжки и подвижные игры. Валенсийский ратер весел, умен и любит обучение в виде игр. Не самый общительный пес, довольно холоден к детям, чужим людям и другим животным. Американский тойфокстерьер рост – до 25 см. Вес – 1,5-3 кг. Возраст – 13-14 лет. Представители этой породы из США – одни из самых неугомонных и энергичных среди четвероногих. Готовы бегать и прыгать дни напролет, американский тойфокстерьер еще и цирковые трюки выполняет с легкостью. Это очень подвижная и игривая собака. Любит и охраняет своих домочадцев с помощью звонкого лая. Ладит с детьми и школьниками, не выносит долгих разлук с хозяином. Бельгийский грифон рост – 16-22 см. Вес – 3,6-5,4 кг. Возраст – 12-14 лет. Потомок мелкогабаритных жесткошерстных псов, ранее проживавших в Бельгии. Имеет незаурядную внешность. Любим заводчиками за свою любознательность, аккуратность, внимательность и восприимчивость к учебе. Помимо логических игрушек, бельгийскому грифону очень важны хозяйские ласка и внимание. Главный пункт ухода за ним – тримминг, который делают 3-4 раза в год. Вест Хайланд Уайт Теререр рост – 25-28 см. Вес – 8-10 кг. Возраст – до 15 лет. Теререр родом из Шотландии, обязательное свойство которого – только белого окраса шерсть, от древних предков унаследовал охотничьи повадки и выносливость. Обладает веселым нравом, довольно общителен и мил. Вест Хайланд Уайт Теререр иногда проявляет упорство, смелый и отважен. Предпочитает активные прогулки и полаять. Становится преданным другом своим хозяевам. Вальпино Итальяна рост – 25-30 см. Вес – 4-5 кг. Возраст – 14-16 лет. Шпиц итальянского происхождения. Довольно редкая во всем мире собака. Итальянский шпиц полон энергии, отличный игрок во фрисби и аджилити, легко дрессируется. Охраняет и любит семью, будучи бдительным и верным псом. Может проявлять упрямство. Шерсть Вальпино Итальяна нуждается в постоянном вычесывании. Гаванский бешон рост – 23-29 см. Вес – до 5 кг. Возраст – до 16 лет. Декоративная собака – компаньон с острова Кубы. Гаванис обладает экстравертивным типом личности, любит играть и общаться. Дружелюбен, привязывается к членам семьи и нуждается в их внимании. Любит бегать, прыгать, когда его гладят и чешут. Если хорошо воспитать бешона, он будет послушным и спокойным другом для всей семьи. Гладкошерстный фокстерьер рост – 38,5-39,5 см. Вес – 7-8 кг. Возраст – 13-14 лет. Уроженец Великобритании, этот фокстерьер – ну очень заводной питомец с большим запасом энергии. Обладает веселым и игривым характером, боготворит своего хозяина. Умный и смышленный пес, однако добиться выполнения им команд сможет только терпеливый заводчик. Может не сойтись с другими животными, зато отлично подходит семьям с детьми. Русская салонная собака рост – 18-28 см. Вес – 1,8-3,5 кг. Возраст – до 15 лет. Новая порода, которой менее 30 лет. Сегодня ее представители довольно редкие дороги. Русалка, она же русская салонная собака, была выведена с учетом всех нюансов. Она спокойна и уравновешена, имеет устойчивую психику. Послушный и покладистый пес, отлично подходящий как компаньоны дома, и в путешествии. Доверчив, редко подает голос. С радостью бежит играть, особенно с любимым хозяином. За его роскошной шерстью нужен тщательный уход. Орхидея петербургская рост – 20-30 см. Вес – 1,4 кг. Возраст – 13-15 лет. К этой новой породе, выведенной в России в конце 20 века, относятся красивые и утонченные собаки. Орхидея петербургская вместила в себе лучшие качества настоящего компаньона. Это полная энергия и активный пес, при этом очень послушный и ласковый. Нуждается в хозяйской ласке и заботе. Совсем лишены агрессии, ладят с детьми и животными. Особая прическа требует каждые полтора-два месяца делать груминг. Джек Рассел Терер рост – 25-30 см. Вес – 5-8 кг. Возраст – до 14 лет. Терер англичанин с разной шерстью, гладкая, жесткая и брокен с преобладанием белого цвета в окрасе. Это выносливый английский охотник с острым нюхом и чутьем. Джек Рассел Терер отличается независимым и бесстрашным характером. По жизни довольно энергичная и активная собака, требующая внимания и физических нагрузок. Любит внимание и громко полаять. Настоящий компаньон для своего хозяина. Континентальный той спаниель рост – 22-28 см. Вес – 1,5-5 кг. Возраст – 12-15 лет. Родиной данной породы считаются две европейские страны – Франция и Бельгия. Той спаниели могут отличаться ушами, поэтому у породы есть еще деление на два типа – папион, или папильон, и фален. Такой пес любит играть и веселиться, он полон энергии и не даст хозяину заскучать. Последнего питомец очень любит и может проявлять к нему ревность. Отличный компаньон для городского жителя, подходит для людей в возрасте и малых детей. Котон де Тулер рост – 25-30 см. Вес – 1,5-7 кг. Возраст – 14-16 лет. Белая собака компаньон с острова Мадагаскар, предками которой считаются баллонки мальтезы. Котон де Тулер – интеллигент, очень аккуратный во всем. Декоративный питомец, одинаково любящий всех членов семьи. Очень нуждается в их внимании и плохо переносит одиночество. Хоть и не подвержен линьке, его обязательно надо вычесывать. Отличный подходит для жизни в маленьких квартирах. Ланкашерский хилер рост – 25-31 см. Вес – 2,5-6 кг. Возраст – 12-15 лет. Небольшой пастуший пес из Великобритании. Главный плюс ланкашерского хилера – дружелюбие и ответственность. Под его чутким присмотром можно оставлять детей. Очень энергичный питомец, способный целыми днями играть и забавляться. За лакомство не прочь подрессироваться, легко запоминает команды. Подходит для содержания в городских квартирах. Элхасаапса рост – 36-41 см. Вес – 6-7 кг. Возраст – до 17 лет. Декоративный пес-компаньон родом из Тибета. Одна из древнейших пород, дошедших до наших дней. У Элхасаапса очень развит интеллект, он уравновешен, но настойчив. Верный и любящий питомцец, который весьма сообразителен и не прочь поиграть. Ему не нужны длительные и очень активные прогулки, поэтому он идеален для городских жителей. Длинная шерсть требует регулярного ухода. Малая львиная собака рост – 25-33 см. Вес – 4-8 кг. Возраст – 12-15 лет. Французская декоративная порода, иначе называется – Лёвхён, что с немецкого означает «маленький лев». Очень позитивный пес, отличающийся привязанностью к хозяевам и жизнерадостностью. Всегда в отличном настроении и готов развеселить членов семьи, без внимания и в одиночестве страдает. Легко поддается воспитанию, стараясь добиться хозяйской ласки и похвалы. Ласковый и нежный питомец. Раз в месяц нуждается в стрижке длинной шерсти. Мальтипу рост – 20-30 см. Вес – 3-6 кг. Возраст – 13-15 лет. Миниатюрный пес-американец появился вследствие искрещивания мальтийской баллонки и той пуделя. Мальтипу очень мил и похож на мягкую игрушку. Предан хозяину и с радостью дарит ему свою любовь. Этого пса дизайнерской породы приучать к послушанию нужно мягко и как можно раньше. Веселая собачка, не переносящая грубого обращения. Такого питомца необходимо мыть и расчесывать регулярно. Манчестер Теререр рост – той – 25-30 см. Стандарт – 38-40 см. Вес – той – 2,5-3,5 кг. Стандарт – 7,7-8 кг. Возраст – 14-16 лет. Порода из Великобритании, представители которой в прошлом были настоящими красиловыми. Манчестер Терер унаследовал от предков силу, выносливость и прыткость. Сегодня Манчестер Теререр считается отличным компаньоном для людей. К хозяину этот преданный пес относится с благоговением и сам нуждается в человеческом внимании. Активен и непоседлив, любознателен. Плохо переносит холод. Мопс рост – 18-20 см. Вес – 6,3-8,1 кг. Возраст – около 12 лет. Четвероногий компаньон из Китая, которому не свойственна агрессия. Характерная черта – доброжелательность и любовь к домочадцам. Хоть мопс и не самый активный пес, но он не прочь поиграть и позабавиться. Очень привязан к людям, подолгу не может оставаться без внимания. Этот миниатюрный коренастый питомец – замечательный друг и подходит как детям, так и людям в возрасте. Норвежский лундихунт рост – 32-38 см. Вес – 6-7 кг. Возраст – 12-15 лет. Шпиц-северянин родом из Норвегии в прошлом – ловец птиц. Эта охотничья порода относится к редким и древним. Сейчас норвежский лундихунт выступает отличным компаньоном. Этот пес энергичен и весел, а еще отлично дрессируется. Его природная особенность – выносливость и спортивность. Подойдет для активных людей, как и пес любящих прогулки и спорт. Норвеж-терьер рост – 25-26 см. Вес – 6-7 кг. Возраст – до 15 лет. Родина одного из самых миниатюрных – Норвеж-терьера – Великобритания. В свое время был выведен для охоты на небольшую дичь и грызунов. Развиты охотничьи начала – смелость и отвага. Добродушный непоседа – тяжело переносит одиночество. Открытый и склонный к общению – может проявлять упрямство. Густую и длинную шерсть надо мыть и расчесывать, раз в год делать тримминг. Норфолк-терьер рост – 23-25 см. Вес – 4,5-6 кг. Возраст – 12-15 лет. Происходит из Англии, где в 19 веке был выведен для ловли мышей. Охотничьи свойства этот интеллигент сохранил. Норфолк-терьер деликатен в обращении с детьми и другими животными, не проявляет агрессию, уравновешен. Отличная порода для заводчика-новичка. Неприхотлив. Такому псу очень важно внимание хозяина, поэтому он не подходит для занятых людей. Одис рост – 33-39 см. Вес – 6-10 кг. Возраст – до 15 лет. Украинец по происхождению. Порода довольно молодая, всего 50 лет. Одис – это аббревиатура от «Одесская домашняя идеальная собака». Отличный компаньон, очень общительный и энергичен, любит играть, при этом не докучает хозяину. Верный и преданный питомец. Подходит одиноким людям и семьям с детьми. Папельон рост – 20-28 см. Вес – 2-3 кг. Возраст – до 16 лет. Крохотный декоративный пес родом из Франции. Название породы в переводе с французского означает «бабочка», собака названа так за форму ушей. Папельон – веселый пес, всегда старается поднять настроение хозяину. Любит детей и выполнять трюки. Однако имеет непростой характер и склонен к аллергиям. Парсон Рассел Терьер рост – 33-36 см. Вес – 7-8 кг. Возраст – до 15 лет. Страна происхождения – Великобритания. У себя на родине считается популярнейшей охотничьей породой. Энергичному и подвижному Парсон Рассел Терьеру присуща смелость и сообразительность. Очень быстро бегает, нуждается в активных играх. Дружелюбен, в том числе по отношению к детям. Отличный компаньон для путешествующих и любящих активное в ритме препровождение людей. Пти Брабансон Рост – до 28 см. Вес – 3-6 кг. Возраст – 13-15 лет. В буквальном переводе Пти Брабансон – малый пес из провинции Брабант. Декоративный пес бельгиец очень весел, активен, умен и любопытен. Хитрый манипулятор, особенно когда провинился. Посапывает в дремоте, издает звуки, подобные храпу. Пти несложно надрессировать, имеет сторожевые задатки. Такой пес считывает настроение хозяина. Русский Тойтерер Рост – 20-28 см. Вес – 2-3 кг. Возраст – 12-15 лет. Родина – Россия. Русский Тойтерер легко сходится с дружелюбными людьми и животными. Не агрессивен, активен и игрив. Слушается, поддается дрессировке и любит выполнять команды. Имеет очень разнообразный окрас и звонкий голос. Не рекомендуется для семей с малышами, поскольку хрупок и подвержен травмам. Такса – миниатюрная, рост – 14-21 см. Вес – до 6 кг. Возраст – до 15 лет. Страна происхождения – Германия, предки – древние гончие собаки. В переводе – Дахсхунд, означает «барсучья собака». Раньше активно использовался для норной охоты, сейчас это веселый домашний любимец. От природы такса хитрая и своенравна, ей необходима дрессировка. Она игрива и любит внимание. Привязана к своему хозяину и категорично к другим людям. Фален рост – не более 28 см. Вес – мини – 1,5-2,5 кг. Стандарт – 2,5-5 кг. Возраст – 12-14 лет. Декоративный пес родом из Франции. В переводе с французского «мотылек» имеет красивые висячие длинные уши, похожие на крылья. Отличается острой мордой и длинными лапами. Веселая и игривая собака, смелая и звонкоголосая. Длинная красивая шерсть предполагает уход. Фален очень близок с хозяином. Голдаст Йорк рост – до 25 см. Вес – до 5 кг. Возраст – 12-15 лет. Небольшой веселый пес из Германии, который любит активные игры и развивающие игрушки. Голдаст Йорк – коммуникабельная и компанейская собака. Отлично ладит со взрослыми, детьми и пожилыми людьми. Легко поддается обучению и дрессировке, слушается хозяина и схватывает все на лету. Очень привязан к хозяину и нуждается во внимании, поэтому не рекомендуется слишком занятым людям. Шипперки рост – 28-33 см. Вес – 5,4-7,3 кг. Возраст – до 14 лет. Бельгийская пастушья порода, также именуется – схипперки. Шипперки отличает густая и длинная шерсть черного цвета. Ему свойственны осторожность и внимательность. Охранает свою семью, настороженный по отношению к незнакомым людям. Это активный и шустрый питомец, клюбопытен и порой упрям. Ши ТЦУ рост – 25-27 см. Вес – 4,5-8,1 кг. Возраст – до 16 лет. Тибетский той отличается растущей кверху шерстью, отчего выглядит необычно. Ши ТЦУ – настоящий частюля, его можно научить ходить в лоток. Это негромкоголосый, веселый и компанейский пес, легко идущий на контакт. Ласковый, преданный всему семейству Ши ТЦУ любит внимание. Красивой длинной шерсти нужен особый уход. Шпиц малый рост – 26-30 см. Вес – 5-6 кг. Возраст – 12-16 лет. Одна из разновидностей немецкого шпица, иначе называется Клейншпиц. Этот уроженец Германии сначала ценился за свои рабочие качества, громко лоящий охранник. Гордому, смелому и своенравному шпицу требуется воспитание. В целом же это заводной и полной энергии пес – настоящий весельчак. Отлично сходится с людьми, в том числе и юными и пожилыми людьми. Японский хин рост – 25-30 см. Вес – 1,5 кг. Возраст – до 16 лет. В переводе с японского хин – драгоценность. Щенок хин – не очень активный питомец, к тому же подвержен травмам, поэтому не для семей с малышами. Очень тихое животное, почти не подающий голос. При этом может быть отчаянно смел на прогулке, не чувствует страха. Ласковый и преданный японская хин – собака с характером, может обидеться и даже перестать есть. Приучается к лотку и идеально подходит для жителей небольших квартир. Тедди Рузвельт – террер рост – 25-38 см. Вес – 5-10 кг. Возраст – 10-15 лет. В США изначально предназначался для охоты на крыс. Тедди Рузвельт – террер сохранил свою природную ловкость и подвижность. Этот мускулистый коротколапый пес умен и поддается обучению. Жизнерадостность и веселость – у него в крови. Достаточно бесстрашный и не прочь поохотиться. Общительная и энергичная собака, любящая играть и неприхотливая в уходе. Селки-террер рост – 23-29 см. Вес – 4-5 кг. Возраст – 15-17 лет. Родом с австралийского континента, потомок жесткошерстных терреров. Из-за особенной шерсти, схожа с волосами человека и не имеет подшерстка, также зовется, австралийский шелковистый террер. По природе селки-террер – дрочунный охотник. Однако отлично ладит с детьми от школьного возраста и старше, а вот с другими домашними животными может не сойтись. Очень привязан к хозяину. Скайтерьер рост – 25-26 см. Вес – 4-10 кг. Возраст – до 15 лет. Родина этой породы – Шотландия. Знатная порода, впервые упомянутая в 16 веке и получившая название от острова, где проживали ее древние представители – Скай. Скайтерьеры отличают сильно развитый инстинкт охотника и нелюбовь к посторонним. С маленьким ребенком его лучше не оставлять, а вот со школьником паладит. Это умная и смелая собака, за длинной шерстью которой обязательно нужно ухаживать. Лучшие маленькие породы собак для дома и квартиры среди довольно большого числа собак небольших размеров, есть породы, представители которых лучше других адаптируются к проживанию в городской среде, небольших квартирах и домах и становятся замечательным компаньоном для жителей городов. Приводим 10 таких примеров. Пекинес – одна из самых древних пород, представители которой проживали при китайских императорах и были в почете. С ними не нужно бегать, лишь недолго спокойно прогуливаться. Для жителей квартиры идеальны, если приучить пекинеса к лотку, то и ранние прогулки не нужны. Зато нуждаются в ежедневном расчесывании длинной шерсти, иначе портится ее шикарный вид. Йоркширский террер – одна из самых распространенных пород, которые отлично подходят для содержания в домашних условиях. Идеальны для квартиры, почти не подвержены линьки, а значит и волос повсюду не будет. И еще один плюс и для аллергиков. При этом йорки очень веселые, общительные и крайне любят своих хозяев. Вёльш Корги Пембрак – отличный компаньон, подходящий для дома и квартиры. Вёльш Корги Пембрак имеет дружелюбинный неприхотлив. Не нужны ни стрижка, ни специальная одежда. Не портят мебель и предметы быта, так что за домашний интерьер можно быть спокойным. Еще один плюс – ненавязчивость, а значит хозяин может спокойно заниматься своими делами. Единственное, Корги ну очень любят поесть. Померанский шпиц этот маленький, пес любит чистоту и как кот умывается лапами. Любит подолгу гулять, не прочь познакомиться с новыми людьми. Померанский шпиц обладает очень чутким слухом и сообщает об опасности с помощью лая. Чтобы не мешал соседям, нужно тщательно дрессировать, этому он легко поддается. Не рекомендуется для семей с детьми. Бишон Фризи эти маленькие домашние собачки отлично подходят для пар с детьми, даже совсем юного возраста. Французская баллонка весьма дружелюбная и фактически никогда не проявляет агрессию. Приучается ходить в лоток. Один из лучших вариантов для городских жителей. Требует ухода за густой шерстью. Французский бульдог небольшой пес упругого телосложения очень популярен среди заводчиков в городской среде. Спокойному французскому бульдогу не нужны очень активные и длительные прогулки, поэтому он отлично подходит для людей в возрасте. Особое внимание ему стоит уделить зимой, из-за плохого переноса низких и высоких температур. Следует приобрести питомцу теплый комбинезон. Летом стоит избегать прогулок в жару. Мопс отличный выбор для квартирных жителей. Мопсу не нужны продолжительные прогулки, он приучается ходить в лоток. Уравновешенный пес, слушается своих хозяев и хорошо поддается дрессировке. Стоит лишь регулярно вычесывать и следить за питанием, чтобы не ожирел. Самая маленькая порода собак в мире в конце 19 века в Мексике, штате Чуаоа, была обнаружена самая мелкая порода собак в мире. В честь штата и была названа эта порода, сегодня известная как Чихуахуа. Представители этой породы, рождаются просто крошечными. Во взрослом возрасте могут весить всего полкила, до трех килограмм, а в высоту вырастают от 10 до 23 сантиметров. Это добрые и веселые четвероногие, которые хорошо слушаются своих хозяев. Им присущи сторожевые качества. Весьма отличаются по окрасу и типу шерсти. Чихуахуа регулярно пополняют уникальные ряды книги рекордов Гиннеса. Вот некоторые рекордсмены, упомянутые в этой книге. Чудо Милли. Эта маленькая пуэрториканка была признана самой маленькой в 2013 году. Ее рост на тот момент составлял всего 9,65 сантиметров. Родившись, Милли весила всего 28 грамм, а к годовалому возрасту поправилась до 567 грамм. Фото Чудо Милли, самой маленькой в мире собаки, www.guinesworldrecorders.com. Бу-бу. Рост другого миниатюрного рекордсмена, Чихуахуа по кличке Бу-бу, в 2007 составлял всего 10,16 сантиметра, длина 16,51 сантиметра, а вес 680 грамм. Даки. Перед Бу-бу титул самого крошечного пса принадлежал Даки из США. Его рост составлял всего 12,38 сантиметра, а вес 635 грамм. Продолжение следует...